Девушки отдыхают И у всех перед нами свежий выпуск газеты «Бизнес-новости» в Кирове Выпуск от 29 января И говорить мы сегодня будем о ежегодном рейтинге влияния люди и бренды В эфире мы тоже вчера немножко об этом говорили В гостях в особом мнении была вице-спикер областного законсобрания Ирина Морозова И я вот две газеты «Бизнес-новостей» передал в наш областной парламент И немного с Ириной Геннадьевной мы поговорили об итогах А сегодня будем расширенную такую версию вашему вниманию представлять И непосредственно будем это делать с нашими гостями Роман Данилин, генеральный директор группы компании «Инмедиа» Роман, добрый день Добрый день И Анастасия Белова, собственно, главное действующее лицо этого всего Главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове и портала bnkirov.ru Приветствую, Анастасия Добрый день Отзывов уже масса Роман Альбертович активно постит отзывы, результаты в своем телеграм-канале Персональное мнение во всех телеграм-каналах, во всех ресурсах О нашей группе компании расходятся уже эти новости Давайте начнем с каких-то общих моментов Подведения итогов, ощущения, эмоций от опубликованных результатов Потом еще раз повторим, какие подходы при составлении этого рейтинга Ну и отдельно перейдем к обсуждению номинаций Наверное, Насте слово, да, в первую очередь Как руководителю проекта С изменений, наверное, начать Давайте с изменений, да Да, во-первых, в этом году было намного очень активное голосование Потому что мы в народном голосовании получили порядка 70 тысяч анкет В экспертном 260, примерно так Семи тысяч Да, семи тысяч Семи тысяч Сифра перед глазами Да, очень-очень активно голосовали Причем сразу же с первого дня запуска проекта Запуска анкеты в публичное пространство Это, конечно, очень порадовало И просто благодарны всем, кто принимал участие Передавали, пересылали ссылки друг к другу Многие говорят, случайно какие-то прохожие, с кем разговариваем Что вот, да, мне передали ссылку Мы активно подключались Пишут много наших читателей, что мы тоже голосовали Ну вот масштаб в первую очередь В текущем году очень-очень нас порадовал Трудоемкое было достаточно занятие Ну, да Роман может подключаться тоже к нашей беседе С общих оценок Значение этого рейтинга Отклик, который он получил Меня в этом году очень порадовало Медийная составляющая, интерес в целом к рейтингу Он с каждым годом безусловно растет И в этом году по количеству обратной связи Которые мы видим, о чем Владимир уже сказали По количеству телефонных звонков Сообщений, которые приходят в редакцию В холдинг в целом Мы принципиально, как мне кажется Сделали все интереснее, чем в прошлые годы Еще бы хотел отметить важный момент Безусловно, мы сами, значит, смотрели на эти расклады Анализировали Мне кажется, ну вот очень объективно В этом году получилось И в экспертном, и в народном голосовании Разговаривал все и сегодня, и вчера С экспертами, с партнерами холдинга Все говорят о том, что в этом году Очень-очень объективный результат Я с этими экспертами согласен Без каких-то там, не знаю, подковерных Каких-то там, подставных каких-то возможных вещей Ежегодно, как вы, Владимир, и сказали Безусловно, выходят на нас определенные люди С просьбами кого-то подвинуть Кого-то передвинуть Значит, кого-то там завести в рейтинг Как и в те годы говорил, как и в этом году скажу Наша принципиальная позиция Выдавать абсолютно честные, объективные результаты И тому свидетельство очень многие Условно говоря, в прошлые годы там данные Когда мы вне зависимости от политической конъюнктуры Выводили и по экспертному, и по народному голосованию На первые места Тех никто в рамках жанра политесса должен быть на первом месте А кто реально по итогам какого-то конкретного года Был на первом месте Приведу пример очень яркий 2020 года В рейтинге влияния победил не губернатор, а председатель правительства Бывший председатель правительства Александр Чурин На втором месте был депутат Госдумы Азимов И губернатор был только на третьем месте В каком-то году политик года у нас опять же выиграл не губернатор А тогда зампред правительства Дмитрий Курдюмов Поэтому мы никогда не шли и не пойдем ни на какие фальсификации Никакие требования ни от кого Но здесь всегда возникает вопрос о том, что люди, которые обращаются с такими просьбами Они возможно просто не понимают механизма, как формируется этот рейтинг То есть есть же разные рейтинги, мы прекрасно понимаем Иногда мы правда видим в лянцевых красивых изданиях Где можно даже не смотреть дальше, все понятно, кто будет за кем И они возможно полагают, что здесь что-то такое же Что может быть надо занести и все будет хорошо Вот просто мне кажется, надо всякий раз немножечко объяснять, как это формируется И почему в него нельзя зайти вот с другого хода Настя Ну мы это стараемся Ну мы проговаривали уже, но я думаю стоит напомнить хотя бы основные На площадках, напоминаю, на наших ресурсах и в анкетах Это была приписана технология механизма формирования рейтинга У нас два этапа То есть есть эксперты первого пула Как раз они называют фамилии компании В своих анкетах каждой номинации Предоставляют нам заполненные эти анкеты А некоторые сидят и по два и по три часа с заполнением этих анкет И мы собираем все эти данные и формируем в единый лонглист В этом году, кстати, мы А вот кто является экспертами первого пула Это только руководители Направлял анкеты всем руководителям бизнес-объединений Отраслевых сообществ, предпринимателей Ассоциаций, союзов предпринимателей Если по депутатскому корпусу смотреть Только председателям комиссий Общественным организациям Это именно руководитель Как они формировали, как они вписывали Анкеты, либо сообща Советуюсь Либо Все, кто Не все ответили, кстати Но все, от кого мы получили ответы На основе этого были сформированы анкеты И мы в этом году принципиально не направляли анкеты Для первого пула Собственниками, владельцами бизнеса Раньше мы так делали В этом году решили это исключить Почему? Ну это, наверное, правильно, я думаю Потому что как раз, если я владелец бизнеса То я как раз заинтересован себя каким-то образом туда включить А люди, которые работают с объединениями предпринимателей Они просто Более широко Более широко видят картинку Немножко сверху, что ли, да? И они могут именно достойных предложить Для них более такая ровная картинка Да, потому что они отвечают Заинтересованность у них личной точно нет А, кстати, владельцы бизнеса Сами себя, как правило, не вписывали Ну это разные бывают Я вот еще, Николай, важный момент отмечу На основании вашего вопроса Про объективность рейтинга Про критерии и так далее Вот можно очень легко посмотреть К вопросу непредвзятости результатов На структуру победителей В разных номинациях Через призму там За что там эти люди попали Вот очень многие и первые, значит, персоны И бренды Не являются рекламодателями холдинга Вот просто можем взять Вот если к вопросу там, да Вот там кто что там занес и так далее Вот, например, народное голосование Медицинские центры, новые номинации Выиграла группа компании Light Мы не работаем Бренды продовольствия, Хорика Победило царское село Базлс Мы не работаем Молочники Вот тут 10 предприятий Максимум с одним, с двумя Имеем какое-то сотрудничество И вот так вот по всем номинациям Абсолютно по всем Поэтому никаких тут историй Связанных с тем, что мы поставили На первое место и на второе место Тех, с кем мы дружим Нет Наоборот, есть люди На самом деле, которые Которых я могу назвать Партнерами, друзьями холдинга Они даже не попали в рейтинг Или попали далеко не на первое место Ну, я не буду скрывать Все прекрасно знают, что у нас хорошее отношение Например, с Дмитрием Михайловичем Русских И возьмем номинацию Политик года У него там четвертое место А в экспертам пятое или шестое Но не первое, не второе Потому что это объективно Вы знаете, для меня В чем еще значение этого рейтинга заключается? Вот вчера, посмотрев, почитав отзывы Которые широко распространялись в сети Конец января как раз, да У нас не так давно были новогодние каникулы Потом вот это включение в рабочие процессы То есть вот весь январь Он так ни шатка, ни валка, что называется Да, вот люди просыпались, настраивались И тут бац, в конце января Выходит этот рейтинг Это такая, в хорошем смысле Такая встряска, такая вспышка, да Вот судя по тем эмоциям Которые люди высказывали Которые вошли в этот рейтинг Заняли там тем более высокие места Это такой заряд на ближайший вообще год, наверное, да Весь до следующего рейтинга Желание работать, желание двигаться, развиваться Ну вот, по крайней мере, у меня такое впечатление создалось Что это прям вау-событие в медиапространстве В политическом, экономическом смысле Согласны, да? Полностью согласна И для многих попадание в рейтинг было полной неожиданностью Потому что мы не спрашивали, не уточняли Формировали списки И публикуют отзывы Я попал в рейтинг Действительно, я считаю, что это одна из форм поддержки наших предпринимателей И общественников и политиков Давайте напомним, где, еще раз, слушателям Где, собственно, с рейтингом можно ознакомиться прямо сейчас И затем уже перейдем к обсуждению конкретных номинаций На портале bnkirov.ru, в первую очередь, да На других ресурсах Во всех телеграм-каналах Да, во всех телеграм-каналах холдинга Во всех сайтах Да, да, прямо можно захотеть онлайн и знакомиться Непосредственно номер газеты Номер газеты На портале bnkirov.ru Вверху опубликована вкладка Архив газеты Мы выходим еженедельно Все архивы, все номера Там опубликованы В полном Открываем листам сначала до конца То есть в виртуальном формате Без каких-либо проблем Можно все это увидеть и посмотреть И еще я хотел бы сказать интересную вещь Потому что вот Роман Пока шла подготовка Пока шел саспенс Нас всех подогревали Роман публиковал Прежние выпуски этого рейтинга Начиная, по-моему, с 12-го года Да? Вот И это было такое увлекательное чтение Иных уж нет от тебя долетит Ты безусловно публиковали Не пустил Ага Вот, ты пустил Мне это очень понравилось Я просто советую людям У которых есть такая возможность Зайти на телеграм-канал Романа Посмотреть 12-й, 14-й, 16-й год Там очень много интересных персонажей Генерал Солодовников Да, не только приезжих Но и наших местных Многие из которых, к сожалению Уже даже и не на свободе Ну, об этом же нам некоторые говорят Ну, вот я помню Какой-то я посмотрел И какой-то же посчитал Там третья часть людей Ну, скажем Имела проблемы с законом Не из-за рейтинга В общем, воспоминаний Много нахлынуло Именно, да В такой вот В этой динамике Посмотрите, рейтинги Крайне увлекательное занятие Я всем рекомендую Ну, давайте перейдем К обсуждению конкретных уже номинаций Этого рейтинга Люди и бренда Мы договорились Начинать с таких Серьезных, тяжелых И постепенно куда-то В сторону общественности идти Да? С какой номинации начнем? Настя? Роман? Предлагайте Предлагаем Давайте так начнем С чиновника года Ну, давайте с чиновника года Да Александр Валентинович Чиновник года Мы, кстати, принципиально еще сделали Поскольку у нас Издание бизнес-новости Я заметил Мы начали с рубрики Бизнесмен года А чиновники политики принесли Я это тоже заметил Отметил как позитивно Потому что, да Всегда раньше было как раз Всегда был В первом верхнем углу В красном углу был губернатор Раньше была номинация Политик года, да? Политик На этот раз ее нет Сейчас мы ее разделили Поскольку достаточно Очень много изменений В органах власти Много очень ярких Активных политиков У нас На политической арене Мы разделили Не все политики Чиновники Поэтому это разное Немножко Долго То есть мы разделили На чиновник года И на политик года Причем Ой, на депутат года Депутаты, да Неважно Работают они Ну, в общем Депутаты и чиновники Ну что, смотрим На номинации Чиновник года Экспертный рейтинг И народный рейтинг Народное голосование Тройка Абсолютно идентичная Ну, в разные места В чиновниках года Без, так сказать Неожиданностей Ожидаемое первое место Губернатора И в народном И в экспертном голосовании Причем Я отмечу момент Мы с Анастасией Результат это видим В количественном Измерении Которые мы не прописываем Здесь в рейтинге То есть по количеству голосов Губернатора Губернатор выиграл С большим отрывом С большим отрывом И в экспертном И в народном голосовании Из ключевых выводов С моей точки зрения В рейтинг попали Новые зампреды Это, я считаю Хороший показатель В частности Из-за неместной команды Это Алексей Жердев И Алексей Комаров Два зампреда И Светлана Шумайлова Из новой команды Значит, второй момент Из важного С моей точки зрения Сохраняет очень высокие позиции Ежегодно Вне зависимости от смены Верхушки региональной команды Первой зампред правительства Дмитрий Курдюмов И в этой номинации И в других политических номинациях Так сказать Третий момент Прорыв Наверное, открытие Этого уходящего Политического сезона 22-го года На уровне с губернатором Это очень высокие позиции У мэра, у главы администрации Кирова Вячеслава Симакова В экспертном у него Третье место В народном второе У Курдюмова В экспертном второе В народном третье Видимо, народ К нынешнему сити-менеджеру Больше тянется Чем эксперт Очень много его видит И много виден И он очень много активно Во всем участвует И сам светится очень хорошо И причем светится не просто Там что-то сказать А в основном показывает Что он делает Это, кстати, симпатично очень Также попал опытный Можно уже так сказать Опытный аппаратчик Опытный политик Серого дома Это вице-губернатор Андрей Лучинин В народном голосовании И также новый зампред Михаил Сандалов Из министров Вот тут, наверное, стоит отметить Вы знаете, такой проект Делаю ежемесячно В персонал опининг Кто усилил влияние По итогам Месяца Среди зампредов И министров Вот Лариса Маковеева По итогам Значит, декабря Министр финансов Министр финансов Значит, была как раз В числе тех Кто усилил влияние В Сером доме И мне очень отрадно видеть Что среди министров Кировской области В экспертном голосовании Именно она заняла Первое место У нее шестое В общем Так сказать Табели о рангах И первая среди Министров А в народном голосовании Первая среди министров Место заняла Алла Албегова Министр охраны Окружающей среды Опять же, все логично Я уже писал про нее Так сказать И свои отзывы И мнения Мне кажется Это один из самых Медийных И открытых Министров Значит, нового правительства Александра Соколова Причем тематика Ее постов Она не Не сосредотачивается Только на непосредственной Ее министерской работе Она в открытую Выкладывает там Моменты своей Личной жизни Да Напрямую отвечает В комментариях Всем жителям Кировской области Мне очень порадовало Вот в этом рейтинге Как всегда то Что здесь присутствуют Представители наших районов Это же хотелось Да Это Вот для меня Это была самая приятная Неожиданность Когда я увидел этот рейтинг Во-первых Потому что и люди На самом деле Действительно великолепные То есть и Татьяна Телец В Белохоломницком районе И Елена Савина В Чепецке Да То есть это люди Которые реально активные Очень чиновники И то, что они здесь появились Мне так понравилось А еще в анкете Все-таки областной Да, вот областной Вот область как-то стала Еще из области Были представители Руководитель Не департамента А отдела образования Какого-то района То есть казалось бы Да Такая должность Мы не знаем За него не проголосовали Наверное потому что Просто ее не знает Повсеместно В своем районе знает Оттуда от района Ну а здесь вот уже Оба персонажа Которых мне кажется И в Кирове Уже хорошо знают Довольно-таки Тем более что Вот Татьяна Прекрасно съездили Помните они ездили В Тамбов Да С проектом Со своим Прекрасный проект И Мишустин там И все это было Просто чудесно Так что не зря Кстати он тоже есть у нас Да Попал в общественное Если возвращаться Да к областному центру Елена Ковалева Глава города И в экспертном рейтинге И в народном голосовании Заняла пятое место Как ее позиции оцениваете? Вячеслав Семаков Был поярче Поярче Да он во первых поярче И сегодня по-моему Смотрела рейтинг Медиологии Там по-моему Тоже Елена Васильевна Уступает да Да уступает По позициям главе Главе непосредственно Администрации У нее хорошее Высокое место Пятое место Главного топа Номинации чиновник года Это очень хороший результат К ней привыкли То есть Стандартная Она удерживает Хорошие позиции Так назовем Без прорыва Хорошо К депутатам года Тогда перейдем Точно так же Экспертный рейтинг И народное голосование Интересный тоже Расклад достаточно получился Депутата года Очень интересный Я полностью согласен Вот если бы меня спросили С результатами народного Экспертного голосования В народном победила Мария Бутина Впервые Ну она так-то как бы Два года Да у нас Заняла первое место Абсолютно согласен С мнением Народного голосования Сегодня Как мне кажется Из всех Политиков Депутатов Мария Валерьевна Наиболее Медийна Наиболее Активна То есть Из региона Она практически Не вылазит В январе По моей информации На два или три раза Только приезжала Минимум два На несколько дней Это не история Там на полчаса заехать Курирует Очень много Проектов Очень плотно Общается С населением С избирателями Очень открыто Для СМИ Всегда Ведет Активный Телеграм-канал Опять же Сама отвечает Лично На все вопросы Кировчан И не только Кировчан И жителей России В экспертном Голосовании Победил Рахим Азимов Тоже абсолютно Объективно Нужно понимать Что эксперты Голосуют В большей степени Профессионально То есть Медийность Отходит на Наверное Второй план Этот критерий Информационная Открытость Они смотрят Именно вот Экспертно Профессионально На этот расклад И здесь Безусловно Рахим Азимов Является Очень влиятельным Политиком Очень влиятельным Депутатом Который На протяжении Уже У него Второй срок Идет Шести лет На самом деле Его главный Тезис Слоган Я помню По избирательной Компании И этот Это не обманут На самом деле Значит Он это делает Это человек Дело То есть Реальные Конкретные дела Реальная Конкретная Целевая помощь Конкретным районам Организациям Школам Волонтерам И так далее Вклад его В развитие Кировской области Ну Безусловно Очень высокий Поэтому Люди его Поставили На первое место И второй момент Который По этой номинации Хочу отметить Мне кажется Очень важный Показатель того Что Оппозиционные Политики В нашей В нашем регионе В нашей области Достаточно Активные И яркие Является то Что 8 из 15 Больше половины По итогам Народного голосования 8 из 15 мест Заняли представители Оппозиционных партий Причем Не просто Представители Оппозиционных партий А на самом деле Яркие политики Это Дмитрий Русских Это Владимир Журавлев Это Ольга Тарыкина Сергей Мамаев Денис Ерохин Константин Русских Альберт Бекалюк И Анастасия Скурихина Представители Самых разных Политических партий ЛДПР Справедливые Новые люди Коммунисты 8 из 15 мест Это опять же Показатель Как мне кажется Объективности Рейтинга Никто не скажет Сегодня Из экспертов Из читателей Что мы выстроили Рейтинг Под Единую Россию Нет Большинство По результатам Народного голосования Дали предпочтение Оппозиции 8 из 15 мест И здесь опять же Роман Надо сказать так Что в народном голосовании На самом деле Куда важнее медийность Потому что все эти люди Очень активны В медиапространстве Очень активны Все вот кого Вы назвали все И опять же Тоже можно понять Что вот В экспертном рейтинге Многих из них нет Многих из них нет Потому что Условно говоря У нас получается так Что у оппозиционных партий Все таки меньше влияния Меньше вот механизмов Меньше вот этого То есть они говорить Активно Говорят А вот Душой они ближе к народу Душой ближе к народу А вот чисто по делам Если судить Они к сожалению Лишены возможности Может быть даже Дела проводить А вот в экспертном Как раз Голосовании Меня очень порадовало Что попали В этот рейтинг Новые лица Которые у нас В объединенной тогда Номинации Политик года Не присутствовали В частности Это Александр Чиликин Главный газовщик Депутат Гурдумы Данил Мамин Зампред Городской думы Сагамон Аракелян Областное законодательное Собрание Равиль Нургалиев Очень высокое место Получает Это я сейчас Про единороссов Говорю Андрей Березин Значит Депутат Городской думы Елена Симбирских Ректор Государственного Агротехнологического Университета Остальные игроки Ну Уже такие Более опытные Это спикер Береснев Третье место Очень высокое Это Елена Ковалева Олег Валенчук Сохраняет высокие позиции То есть Это уже такие Опытные политики Которые ежегодно В этом рейтинге присутствуют Завсегдатые Завсегдатые Вот сейчас Смотрю на Народное голосование В номинации Депутат Года Мысль пришла на ум Вот если бы Итоги голосования Переложить на Итоги выборов В Гордом Или в законодательное Собрание Кировской власти То мог бы быть Весьма интересным Любопытным расклад Да Ну у нас еще есть время Да Можем перейти уже К следующей номинации Ну что К профильной К бизнесу Настя Командуйте Да В самое начало А может быть Смотрите Республика Там рейтинг влияния Еще есть Давайте Потому что это как бы Ближе к политике Все-таки К таким вопросам А потом уже Завершим политическим Завершим блок Рейтинг влияния Тоже тут И экспертное голосование И народное голосование Здесь богато фотографии Фамилий Приятно видеть Романа Данилина В самом центре экспозиции Роман поздравляю Но на самом деле Я понимаю В экспертном голосовании Это еще одно доказательство Того что рейтинг Честный роман не здесь Ну само собой Ну Губернатор Соколов Здесь И в том и в том Голосовании Снова на первом месте Здесь мне кажется Спорить не очень Потому что На самом деле Самый влиятельный Это абсолютно Объективно Мы помним Что в 22 году Прошли выборы Губернатора Александр Валентинович Победил с очень Серьезным Уверенным результатом Больше 70% В этом году Не стоял вопрос Что там победа На соплях У нас 30 секунд У нас Извините С огромным отрывом Губернатор побеждает В экспертном Влиятельный Курдюмов На втором месте Азимов Депутат Госдумы На третьем В народном Азимов На втором И Мария Бутина На третьем месте Но Дмитрий Александрович Курдюмов Он тут рядышком В народном голосовании На четвертом месте Пора нам Сделать небольшую Рекламную паузу Мы не завершаем Продолжим Через полторы минуты Продолжаем мы Говорить о ежегодном Рейтинге влияния Люди и бренды Рейтинг опубликован Нашими коллегами Из бизнес новостей В Кирове Анастасия Белова Главный редактор издания А также портала БНКиров.ру В нашей студии И Роман Данилин Генеральный директор Группы компании Инмедиа Мы остановились На рейтинге влияния Еще одна Очень важная номинация Первые места Обсудили Собственно озвучили И давайте Дальше пойдем Я тут смотрю Есть разница В экспертном И в народном голосовании Значительная Значительная Причем разница Да Разница безусловно Присутствует О чем мы начали Говорить до рекламы Я вот Знаете Какой момент Хочу отметить Сейчас смотрю На первую десятку И понимаю Что опять же Объективно В первой десятке Представлены Лидеры Региональных Групп влияния Мы там часто Про это Говорим Какие у нас Группы влияния У нас их не так много Наверное Стоит отметить Что сегодня Там номер один Группа влияния Это губернатор Плюс команда Областная Городская Там и так далее У него первое место Вторая группа Влияния Это Уралхим И Рахим Азимов Да Азимов здесь Именно Кировский депутат Государственной думы Который там Наиболее медиен И который Возглавляет Команду Химиков И депутатов В ЗАГС собрании В Чепецке И так далее Значит Третья группа Влияния Из крупных И серьезных Это команда Гозмана Крупного Финансово-промышленного Руководителя Бизнесмена Вот Опять же Показатель Что Олег Валенчук Достаточно высоко 13 место Также можно Говорить о том Что Олег Дорианович Плюс там Его команда Его депутаты Его люди Являются Группой влияния Видим Что попали На высокие места Новые зампреды Соколова В частности Алексей Комаров Из неместной команды У него лучший результат Он в экспертном У нас на 10 месте идет И Ну как говорят Там Мои собеседники В сером доме Комаров Является Неким таким Серым кардиналом Очень влиятельным Политиком Имеющим доступ Первому лицу И еще Вывод Который бы мне Хотелось отметить Это и к вопросу Финансово-промышленных Групп Это безусловно Высокие показатели Бывшего Председателя Правительства Александра Анатольевича Чурина Несмотря на то Что он В прошлом году Ушел со своей должности Шестое место В народном голосовании Седьмое место В экспертном Голосовании Это очень Высокие Серьезные Показатели Еще я хотел бы Отметить Рост В сравнении С прошлыми годами Внимательно Узучал просто рейтинг Позиции Андрея Усенко Президента Торгово-промышленной Палаты Он был Очень активен В двадцать втором году Также активно Начинает Двадцать третий год И я бы хотел Отметить Рост Влияния И усиление Позиции Ректора Опорного Вуза Валентина Николаевича Пугача Который Сегодня На самом деле В куче Различных Проектов Участвует И сквозных И федеральных Выступает С инновациями Очень заслуженный Рост И динамика Его Результатов Не уходит Из топа Десять Заслуженно Один из Крупнейших Бизнесменов Региона Депутат Законодательного Собрания Тоже Лидер Группы Влияния Олег Юрьевич Березин Это Наверное Ключевые Выводы Которые По моей Линии Я бы хотел Отменить Практически Все Сильные Группы Влияния Здесь Есть Они На своем Месте Реально Влиятельные Люди В народном Голосовании Есть люди Которых нет В экспертном Например Та же Исполняющая Обязанности Министра Охраны Окружающей Среды Алла Албегова Но это Видимо С медийностью Связано Люди Больше Читают Так называемые Простые люди Они О ком Больше Слышали Они Конечно Того Отметят Они Как бы Его Знают И при этом Давайте Посмотрим Что мы Не по Должности Результаты Получились А В лишнее Подтверждение Объективности И Представители Оппозиционных Партий Во влиянии У нас Тоже Присутствуют Сергей Мамаев 18 место Дмитрий Русских 16 место В народном Голосовании То есть Тырыкина Ольга Попала Молодой Депутат Новый Депутат Представитель Оппозиции В этот Рейтинг Это тоже Не может Не радовать Очень активный Депутат Которая Очень много Работает В полях Куча Общественных Советов Состоит Сергей Она Среда Контролем Сергей Крутиков Попал Сергей Крутиков Да Но это Просто Отражает Тренд Сегодняшний Он Не уйти В другом Рейтинге Это Сейчас Человек Который На слуху Хорошо Давайте Следующему Перейдем Теперь Наконец К центральному К бизнесу К бизнесу 4-5 минут Есть Чтобы Про Итоги Номинации Бизнесмен Года Поговорить Это Самая Первая Собственно Страница Все-таки Настя Права В том Что Газета Бизнес Новости Это Очень Правильный Ход Ну Что Озвучивайте Кого мы Видим Озвучивайте Анализируйте Мы Попытались В этом Году Сегментировать Четко Разделить На Крупный Бизнес Потому Что В прошлом У нас Была Номинация Бизнесмен Года Попал И Малые И Крупные Предприятия Сегодня Четко Сегментирован Бизнесмен Года С С учетом Масштабности Бизнеса Разноплановости Бизнеса Мне кажется Полностью Расклад Логичный И еще Номинация Лидера Малого Среднего Бизнеса Мужчины И Женщины Причем Итак В экспертном Рейтинге На Вершине Этого Перечня Оказался Константин Гозман А в народном Голосовании Олег И Тот И Другой Роман Упоминал Это Реально Представители Крупных Финансово Трудно Спорить Ну и Там И в экспертном И в народном Рейтинге Они присутствуют В тройке А вот Третья Позиция Здесь Уже Есть Отличия В экспертном Рейтинге Гендиректор АвиТека Александр Иванов А на третьем Месте В народном Голосовании Александр Анатольевич Чурин Ну и тот И другой Оборонка Тоже Все Логично Оборонка Потом Давайте Не будем Забывать Что Чурин В связи с потерей Должности Ушел Из политических Шел в бизнес Ну абсолютно Все логично То есть Сегодня Что Александр Анатольевич Что Значит Александр Иванов Что Волосков Сергей Это руководители Крупнейших Заводов Предприятий Ряд из них Оборонка О чем Николай Правильно сказал Это сегодня Наверное Там Такая самая Влиятельная Крупная отрасль Среди промышленности Настя А насколько Вот именно В этой номинации Бизнесмен года Различались Итоги голосования Среди экспертов И в народном Голосовании Так На вскидку Можно вспомнить По голосам По количеству голосов По количеству голосов Ну вот точно Вот эти За пять человек За пять места Там Кардинальное отличие Очень много И в том И в другом Хорошо К лидерам Малого и среднего бизнеса Еще успеем перейти Здесь у нас Мужчины Отдельно И отдельно Женщины Жо Ну Красивые Все люди Люди Все знакомые Экспертный рейтинг Лидеры Малого и среднего бизнеса Мужчины Владимир Шулаев Представитель правления СПК Красное Знамя Одно из самых успешных Сельхозпредприятий Нашего региона Что удивительно Пометка Новичок Вот это меня сильно удивило Потому что Владимир Шулаев На слуху уже много-много-много лет Он был ранее в номинации Бизнесмен А вот именно Из-за вот этого разделения Поэтому новичок стал Я удивился Здесь не все лица Не все лица известны Потому что здесь очень много новичков Которые в итоговый рейтинг А в анкете было Половина, наверное Людей, которых мы Собирали, звонили И искали Кто такие Так что Ну это и хорошо Так и познакомились Да Не только мы познакомились Мир-то бизнеса очень большой Мы самое-то, главное Познакомились с читателей Ой Респондентов Когда они заполняли анкету С теми, кто что есть Дали понять Да вот они Пожалуйста, смотрите Это очень хорошо Что здесь очень много фамилий Это правда радует Потому что показывает масштаб Обратите внимание Сколько молодежи В числе победителей Ну да Народное голосование Прям, да То есть это Бегзот Юсупов Первое место Соучредитель Компании Базлс Суши-Рол Доставка Суши-Рол Семиларских Никит Опять же Кочкин Александр Демьянова Да Очень много молодых бизнес-ролевых Кочкин, наверное Навестил недавно На его вот этом островке В Пятерочке Прекрасно совершенно Мы с ним очень просто давно знакомы Попадосиновцу еще Вот здесь мы в Кирове встретились Молодец За Александра очень рад Искренне Я тоже рад Минута у нас остается Лидеры малого и среднего бизнеса Женщины В экспертном рейтинге У нас первое место Заняла Ольга Анатольевна Лобастова Соучредитель Центра активного отдыха Летучий корабль А в народном голосовании Сураева Надежда Васильевна Директор Вятушка Агра Ольга Лобастова Написала сегодня Мы с Настей видели Значит в соцсетях Что Очень рада победе Особенно Либо в преддверии Дня рождения Компании Летучий корабль У них юбилей по-моему Как самый лучший подарок Вот проголосовали эксперты Ну вот Лидеры малого и среднего Бизнеса Женщины Прям приятно смотреть Все такие красивые Нарядные Да Прям гордость охватывает За малый и средний бизнес Нам показывают знаки Маш Что у нас время кончается Давай мы на перерывчики На эти красивые лица С тобой посмотрим Повнимательнее Тем более Много хороших знакомых После 13.05 Мы продолжим наш разговор И у нас там еще будет Одна тема Мы свяжем их между собой Так что не переключайтесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok